Объекты теплоснабжения городского округа Люберцы приостановили работу, но там сейчас, что называется, горячая пора. За короткий срок коллектив каждой котельной должен провести профилактический ремонт, чтобы без сбоев пройти очередной осенне-зимний отопительный период. Как справляются коммунальщики, выясняла наша съемочная группа. Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону – процесс круглогодичный и стартует сразу после завершения холодов. Обыватели чувствуют это единожды, когда на две недели отключают горячую воду. Вот за две недели нужно успеть сделать те работы, которые после пуска котельной сделать уже будет просто невозможно. Котельная в поселке МЭС обслуживает два микрорайона. Это больше 50 домов, а также детский сад и школу. Здесь первоочередные работы на стадии завершения. Чтобы уложиться в срок, по словам Сергея Белова, коллектив котельной работал по вечерам и выходные дни. График все укладывается, график соблюдается, даже идет с небольшим опережением. Для того, чтобы можно было, если где-то будет провал, непосредственно усилить тот момент, чтобы мы подготовились к отопительному сезону на 100%. На территории рабочего поселка Малаховка 14 котельных. Новая постройки 2015 года только одна. Там, со слов представителей местной администрации, можно ограничиться дежурным осмотром. На остальных объектах – профилактический ремонт. Оборудование котельных сильно изношено. Где-то износ достигает 100% и требуется замена целых узлов и агрегатов. У нас идут замена двух котлов. ДКВР 6,5 на 13 и ДКВР 4. Замена двух котлов. Замена пароводяных болеров – 5 штук. Замена водоводяных болеров – 8 штук. Значит, ну и эти работы, которые можно выполнять в процессе. В настоящее время на территории округа формируется единая теплоснабжающая организация, которой будет выступать Люберецкая теплосеть. Поэтому основной упор делается на подготовку теплоисточников, расположенных в поселках Малаховка, Томилино, Октябрьске и Красково, которые станут составными частями организации. По четвергам у нас в городском округе проходит совещание по отчету подготовки к отопительному периоду. В пятницу в еженедельном режиме мы производим объезд всех теплоисточников, водоисточников для контрольной проверки и отчетности наших ресурсоснабжающих организаций. По последним данным, 70% тепловых пунктов и водоисточников городского округа Люберца уже получили профремонт и к осенне-зимнему отопительному сезону готовы. Алексей Абрамов, Никита Скороган, телеканал ЛРТ.